На канале РТВ и Международные новости в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Последняя попытка. Главы внешнеполитических ведомств России и США вновь обсудят возможность совместных действий в Сирии. Встреча Сергея Лаврова и Джона Кэрри пройдет на полях министериала ОТЭС в Лиме. Москва намерена призвать Вашингтон работать сообща на контртеррористическом треке, но судя по реакции американских дипломатов, уходящая администрация давать еще один шанс двусторонним отношениям не намерена. Подробности у моей коллеги Нина Шамуги. Встреча Сергея Лаврова Основная цель которых нанесение ударов по позициям радикалов как из исламского государства, так и из Джабхата Нусры в северных провинциях Арабской Республики. При этом небо над Алеппо, по заверениям Москвы, вот уже 30-е сутки бесполетная зона. Так российские и сирийские военные пытаются дать возможность мирным жителям покинуть восточные кварталы города, которые удерживают террористы. Но, как оказалось, одной гуманитарной паузы со стороны союзников официального Дамаска недостаточно. Террористы практически ежедневно проводят карательные акции во всех подконтрольных им районах. Расстреливают не только мирное население, но и всех боевиков, решивших прекратить сопротивление. Вчера в районах Эль-Амрия и Эль-Фардус в результате расстрелов стихийного митинга убито 27 человек. Сотни раненых. Террористами блокируются любые попытки выхода населения по специально созданным коридорам. Все примыкающие к ним улицы заминированы. Ежедневно правительственными войсками фиксируются подрывы мирных граждан, пытающихся приблизиться к гуманитарным коридорам. В Вашингтоне в непричастность Москвы гибели мирных жителей в Сирии не верят. Из Госдепартамента вновь звучат обвинения, касающиеся авиаударов, которые якобы были нанесены в АКС России по медицинским учреждениям в регионе. При этом в ведомстве не смогли представить доказательства своих слов. А уточняющий вопрос журналиста «Раша Тудой» и вовсе вывел из себя представителя Госдепа. Не кажется ли вам, что важно дать конкретный перечень больниц, по которым, как вы утверждаете, Россия нанесла удары? Это серьезное обвинение. Я не выдвигаю этих обвинений. Я вам говорю, что мы видели отчет, вызывающий доверие организации, что пять больниц и один мобильный пункт для помощи. Какие больницы? В каких городах? Вы можете проверить эту информацию, которую сообщили многие сирийские организации. Мы цитируем их. А почему бы вам не спросить? Вот, хороший вопрос. Ваше министерство обороны, что они делают? Реакция Джона Кирби удивила других присутствующих на брифинге журналистов. На их замечания по поводу некорректного поведения представитель Госдепа заметил, что не собираются ставить в один ряд независимые СМИ и РТ. Данное нанесение авиаударов по сирийским больницам есть у Всемирной организации здравоохранения. Нападение на пять больниц и мобильный госпиталь за последние 48 часов – это нарушение закона, которое ставит под угрозу еще больше жизней в Сирии и лишает наиболее незащищенные слои населения, включая детей и беременных женщин, их право на медицинские услуги. Именно тогда, когда они больше всего в них нуждаются. По меньшей мере, два человека погибли в результате этих обстрелов и 19 получили ранения, включая шесть медиков. Тот факт, что такие инциденты становятся все более частым и масштабным явлением в Сирии, вызывает возмущение. В 2016 году зафиксировано 126 подобных случаев по всей стране. В отличие от Госдепартамента, ВОЗ виновных в атаках не называют. Там лишь занимаются констатацией фактов. Заявление же американской стороны в Министерстве обороны России назвали беспардонной ложью. А во внешнеполитическом ведомстве обещали. Если дипломаты США и впредь будут вести себя в таком духе, то и за ними не заржавеет. Нина Шамуге, РТВАЙ Терминаторы российско-американских отношений в Москве обвинили уходящую администрацию США Барака Обамы в инстинктивном желании напакостить напоследок. Хотя и так было сделано немало, можно уже и не стараться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе сегодняшнего брифинга она выступила также с экстраординарным сообщением, адресованным президенту Франции. Захарова зачитала и пообещала по дипломатическим каналам передать Франсуа Ланду письмо семьи погибшего в Сирии старшего лейтенанта Александра Прохоренко. В нем говорится, что террористы уходят от возмездия, поскольку Запад признает их оппозицией. Даже после ужасных терактов в Париже и Ницце Франция ничего не сделала, в то время как Россия ведет борьбу с боевиками. После страшных терактов в Париже и Ницце наши ребята в Сирии, чтобы поддержать французские семьи, не боялись писать на бомбах за Париж. За наших. Которыми потом уничтожали террористов. Франция в опасности. Это слова премьер-министра Пятой Республики Мануэля Вальса. И касаются они не угрозы со стороны террористов, а роста популярности правых политиков. Глава правительства не исключил, что на предстоящих весной 2017 года президентских выборах во Франции победу одержит лидер Национального фронта Марин Ле Пен. В таком случае баланс политики изменится полностью, предупредил Вальс. Сама Ле Пен ранее заявляла, что победа в США Дональда Трампа увеличила ее шансы стать президентом Французской Республики. Ну что ж, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова